всем большущий привет наконец-то я сегодня снимаю видео которым грезила очень давно но никак не доходили руки это обзор сомнительных салонов с не очень хорошими отзывами я вчера буквально кучу времени потратила на то чтобы найти таки салон где будет сочетание двух факторов а именно не маленькая цена то есть достаточно дорогие услуги и плохие отзывы наконец-то у меня получилось найти надо сказать что там не прям все плохие отзывы есть и хорошие но средний балл данного заведения все равно находится в районе 2 и 4 из 5 как вы понимаете это 2 с плюсик при этом цены очень-очень не маленькие и обычно салоны с более-менее дорогим прайсом они стараются держать планку гораздо проще мне кажется когда очень дешево стоят услуги мастера получать небольшие деньги огромная текучка до найти к чему прицепиться это будет абсолютно оправданно обоснованно но как бы вполне логично но когда салон устанавливает высокие цены на свои услуги то нам ожидается что он будет им соответствовать и так что же нас отзывами давайте вам зачитаю несколько предварительных отзывов которые я нашла в интернете об этом месте и потом вместе с вами проверим насколько они справедливы все-таки сами понимаете оценка 2 и 4 это как бы такая сомнительная заслуга не хватает кассиров кассира я так понимаю от администрации честно говоря такое вступление не располагает к доверию ну да ладно приходится стоять долго персонал ведет по-небратски друг с другом зале говорят все что хотят слух обсуждая личные темы приходишь как в сельский магазин типа маня ваня атмосфера неприятная мастера хорошие работают качественно но дороговато последнее время не берут оплату по картам только наличные честно говоря с картами в москве вообще тяжко в очень многих местах даже сетевых которые там по сто лет работают карты не берут причем с табличка вот буквально две минуты до вас сломался терминал а на самом деле там уже три года никто не принимает оплату картой была неделю назад на маникюре у мастера ужасно обработала ногти это мягко говоря больше туда не ногой очень некультурный администратор пришел на стандартную стрижку нужно было просто убрать длину по бокам и сверху покромсали волосы так что хожу теперь как блохастый ну и так далее в общем есть и хорошие отзывы но нам с вами интересно проверить насколько не очень хорошие соответствуют реальности может быть это заказухой когда сегодня приеду то смогу смело оставить свой большущий жирный плюс другой я не умею и так сейчас вам расскажу с чего же началось знакомство с этим салоном красоты естественно мне нужно было записаться я позвонила спросила прайс мне сказали по телефону что примерно ну какой макияж хочу я говорю я хочу яркий макияж сколько будет стоить сказали но яркие где-то в районе 1700 1800 рублей и укладка столько же потом была пауза и такой вопрос ну как вам цена я говорю ой-ой-ой 3 500 за все ну ладно если мы останемся в рамках этого диапазона то нормально записалась и мы распрощались через несколько минут мне администратор перезванивает и говорит то что визажист которая мне будет сегодня уже делать макияж попросила фотографию прислать ей в вот сап запишите ее номер она же по совместительству вроде бы как хозяйка салона и вы сможете с ней обсудить если что скидку вашу как раз у нас типа за первое посещение 5 10 процентов может быть предусмотрена скидочка я думаю но отличненько хотя если честно мне этот момент не очень понравился потому что но для меня это допустим были какие-то неудобства то есть записывать телефон визажиста куда-то да что-то и писать самой но в моем понимании я как клиент должна быть лишена всяких лишних телодвижений и даже если визажисту для того чтобы подготовиться да нужно там мою фотографию фотографию макияжа она имея телефон мой уже администратора так как я записалась оставила свои контакты она могла мне написать сама до чтобы ну короче вот эта мелочь лишняя что я там записывал где-то там с ребенком бегу за этой ручкой и телефон да потом набираю чтобы я от нее была избавленная просто мне пришло сообщение там пришли пожалуйста фотографию и мне гораздо проще уже в открывшийся диалог это сделать дальше я записала телефон визажиста и начала искать фотографию какой же я хочу макияж здесь не стало понятно что если это будет что-то банально этого очень сложно оценить работу гораздо интереснее взять какой-то замороченный макияж который но в котором уже сложнее реализовать технику хорошую и проще отличить хорошего визажиста там от новичка например поэтому я забила в поискове голову аар гаар на ворону было похоже гаар кажется а ведь и сян и начала смотреть ее макияжи чтобы выбрать какой-то ее довольно непростой макияж в итоге нашла такой яркий вариант вот так вот он выглядит да он конечно не повседневный креативный такой творческий но мне кажется для наших целей это как раз то что нужно я сбросила фотографию визажисту в диалог до по ватсапу и на что она мне ответила так мне не нужна фотография макияжа мне нужно ваша фотография без макияжа на голое лицо то есть и блин если я была накрашена мне что надо бежать смывать все это чтобы визажист на меня посмотрела непонятно но в общем я слава богу была без макияжа я сфоткала лицо прислала и она говорит понятно и дальше начала комментировать фотографию гуар собственно с макияжем который я хотела сделать вот выглядело это так что за павлин она сказала что это макияж павлиний а я делаю стильные вещи это мне не нравится мы с вами сделаем тоже ярко если вы хотите но стильно я такая думаю нифига себе так обосрать потенциального клиента еще надо постараться но мало ли да какой у меня повод я может не иду на вечеринку там не знаю с мужем праздновать 50-летие свадьбы а у меня просто какой-то творческий вечер где предполагается что всем будут чуть-чуть с прибабахом и этот макияж мне отлично подойдет то есть ну не понимая до конца насколько я его хочу серьезно преподнести мне кажется обсирает так не очень красиво более того даже если бы я искренне верила как клиент что это супер мне это идет все равно мне кажется профессионал он должен более как-то корректно и деликатно предложить альтернативы да сказать так ну а как вам вот такой вот яркий например или давать вот в эту сторону его изменим чтобы он более сдержанно осмотрелся так будет более сильно в общем какая-то более уважительная что ли подача чем назвать макияж самого крутого визажиста в россии павлином да и колхозом да потом последовало что это колхоз и она так делать не будет причем мнение особо не спрашивалось ну типа не в порядке диалога вам не кажется что а типа колхоз и . потом она озвучила сцену что это будет стоить 3500 я говорю эмс тадам блин обосрали макияж дальше давайте 3500 я говорю я когда звонила записывалась спросила стоимость мне сказали 1700 1800 она говорит это вам сказали стоимость укладки я говорю нет я спросила и укладку макияж и мы обговорили финальную цену она говорит нет я за такие деньги делать не буду игра сколько она ну не меньше трех тысяч игру мне еще обещали скидку как за первое посещение 5 10 процентов она сказала ну окей скидку даже если мы взяли все равно не ниже трех тысяч ценник я думаю ну ладно может действительно там но она соберет все свои силы все свою косметику и это получится очень круто хотя надо сказать что я потихоньку начинал понимать эти отзывы про расхлябанность и панибрацию потому что ну вот предварительное мое знакомство с салоном сразу дало понять что ты общаешься с хозяйкой которая здесь главное и ты как клиент все равно заходя должна пригинаться на пороге ну что поехали смотреть насколько правдивы остальные отзывы а зачем вы все время будете смотреть а не я буду на вас смотреть но я хотела бы запечатлеть все этапы вы знаете лучше не надо этого делать потому что это совсем другая другая уже история как я не люблю ну как бы я не приветствую что впечатляли этапу потому что это все такой внутренний процесс если вы хотите научиться у меня есть урок по макияжу это как бы отдельная история мне на я всегда буду снимать вас не буду как я говорю я бы не хотел чтобы себя снимали потому что это очень мешает процессу не ну я вот так опустила и не буду смотреть не буду вам мешать нет дело в том что понимаете вы себя увидите промежуточном состоянии у вас испортится настроение не не будет вот это же как бы процесс это нужно смотреть уже на готовое мероприятие не я не буду вам ничего никаких претензий все я знаю что мастер работает все молчат главное чтобы в конце было всего красиво и по фотографии мне понравился вот макияж гар потому что я ж какой ну вот этот вот яркий макияж классный вот ну именно с точки зрения креатива то есть как конечно там куда-то в ресторане очень но для творческих задач мне кажется он классный а то лечо то снова чтобы хорошо вложился макияж спасибо крем на увлажняющие это не на слава такая макияж на юзора стены не работает все ночью пусть издает вы установите все данный венок конечно тут весь процесс не я все-таки считаю что столько цветов и тату матч особенно голубым глаза я сделала как бы цветной но с по моему вкусу по как на это вижу а это что отсюда закройте глаз а это что тени а кисточкой чистая чистая кисточка это выглядит как будто она не в тенях вся нет это просто потому что ее моют и у нее остается что-то на этом сами понимаете щетинка окрашенная мне конечно очень мешает что не снимаете мы об этом не договаривались честно я просто проблем не вижу даже не вот так вот внизу чтобы вам не мешать и то что вы смотрите постоянно интересно ну вот я говорю что мне это неинтересно абсолютно вы как бы лежит где-нибудь у нас на такой нет Украина. Какой будет цвет как перо? Что отделите? Тоже несколько оттенков. Каких? Тоже на таких ярких? Ну да, ярких. А каких ярких? Многоцветные. Это какие? Синие. Синие есть. Давайте. Мне главное, чтобы в результате красиво было. То, что вы снимаете, вы меня этим очень отвлекаете. Я начинаю нервничать и зря вы это делаете. Думаете, хоть и результат будет? Ну, я не знаю. Я никогда в жизни мне никто не снимал такую работу. Я это вообще не буду. Тем более мы это не обсуждаем. А вы молча включили, снимаете? Ну, просто... Нет, не просто. Просто на любую съемку нужно разрешение. Разрешение? Нет, конечно. Поэтому давайте вы уберите и я буду в ходу на работу. Нет, разрешение не нужно. У нас не нужно. Ну, моя работа, вы снимаете на работу? Нет, я сюда снимаю. Сюда я могу снимать спокойно. Вы снимаете, как я работаю? Можно из какой-то, да, секрет у нас есть. А какой в руке? Личные, да. Личные, да. Потом это можно будет укргать. Увидимся, чем? Нет, но вы спросили, можно ли снимать, конечно. А чего вы боитесь? Я вам просто боюсь. У нас свои секреты. Какие секреты? Мы, как бы, стилисты, мастеры, вообще любого повара. Монтажника есть, да. Мы это не оговариваем, что вы будете снимать. Ну, обычно... Нет, я говорю, это необычно. Я первый раз в жизни сидя-то снимаю. Ну, смотрите, я себя снимаю, я не вас. Нет, я вам говорю, я не согласна, чтобы на работу снимала. Я не хочу. А вы чего-то боитесь? Ну, мы боимся просто. Ну, какие секреты? Под другим именем увидеть никто не хочет. Не, ну, я накрасиваюсь, выйду, сфоткаюсь, что это моя работа. Ну, если у меня такие цели. А как вы этому вас препятствуете? Если я сейчас не сниму процесс, это же не значит, что я не выдам за сыну, если вы этого боитесь. Мне понравится, я попробую... Ну, как бы, я не должна просто препятствовать, поэтому я не спросила. Но если бы я снимала мастера, я еще могу понять. Вы можете одно дело до себя и сделать? Ну, я оплачиваю эту работу. Это не благотворительный. Нет, съемка, если бы это было как-то съемка, то это другое дело. Ну, если вы мне покажете... Это однословно? Закон, где я должна платить съемку, то я оплачу. Да? Угу. Ну, как это личное, почему это личное пространство? Ну, лично это мое. Я плачу деньги, я пришла и хочу снять процесс, как все проходит. Нет. Нет. Нет, такого не бывает. Бывает. Нет. Почему? Вы можете сослаться на закон, может я чего-то не знаю. Ну, наверное, вы не знаете такого закон, что на любую съемку нужно и на любую работу, на любую работу нужно иметь разрешение. Ну, покажете? Закон? Да. Ну, надо идти, покажу вам. Да, дальше. Может я не знаю, если есть такой закон, я без проблем уберу. Окей. Если вы хотите, я вас напрасываю, но вы не обсудили, не спросили, молча снимаете, это видите? Ну, я всегда снимаю. Еще раз говорю, что я не согласна, что будет иметь себя снимать. Почему? Ну, вот у меня такой вот закон, вот мой личный. Я как визажист имею и право. Ну, потому что мне никто не думает, что это моя работа. Я не хочу, чтобы вы ее снимали. Вы и думали, не спросили мне, не выросли, не выросли. Он так не делается. Если хотите, ну, потому что я работаю 20 лет, так не делается. Такого нет, чтобы человек пришел и молча включил камеру и себя снимал. Потому что это моя работа. Снимал не больше. Но я же, я... Потому что это моя... Ну, я не хочу с вами спать, я могу с вами работать на совместном. Если вы хотите, чтобы я сделала... Ну, я хочу снять. Я сделаю вам макияж. Я на сверке не согласна. Ну, а что мне теперь делать? Вот так с одним глазом эти домой? Ну, я вас умою, поймите, как прошло. Ну, попробуйте, что-то новенькое. Как раз 20 лет работаете? Ни разу не пробовала. Ни разу не пробовала. Я вам не могу сказать, как мне что-то было. Я могу сказать, что я так работаю не буду. Если хотите макияж, я вам сделаю макияж. Но мне не надо, чтобы я поэтапно снимаю. Я хочу сделать макияж, который я снимаю. Ну, давайте тогда снимите мне этот глаз. Вот вы же записываете весь разговор, ничего. Не, ну, просто я первый раз встречаюсь с тем, что кто-то против. Не, конечно, если люди преподают, то да. Если это процесс обучения. Но вы же меня не обучаете, вы меня красите. Тоже, извините за не маленькие деньги. Ну, если вот эта съемка неким пособием тоже. Извините, я думаю, не согласна. Конечно. Ну, мне кажется, если просто мастеру нечего скрывать, то это для него не проблема. У нас есть мастер, которые мы готовы скрыть. И не открывать их, когда она ведет съемку. Вот именно. Конечно. Конечно. Ну что, не сносыте. Слушайте. Конечно. Ну, ладно. Спасибо. До свидания. Ну что, ребятки, как вы поняли, меня попросили на выход, если я хочу продолжить съемку. Честно говоря, я прекрасно понимаю, почему визажист так сделала. Сейчас расскажу вам. Некоторые моменты камера не снимает. Ну, то есть, потому что я снимаю лицо, и то происходящее, что кипит вокруг, не всегда попадает в кадр. Собственно, что мне не понравилось очень-очень-очень-очень сильно. Во-первых, то, что не все банки были, мягко сказать, чистенькие. Некоторые продукты были разбиты, и они очень сильно пылят. И вот другие все баночки, которые доставались, они были вот в этой пудре. Ну, то есть, такое ощущение очень неопрятное. Я, честно говоря, не вижу проблемы периодически это протирать. Существует... Господи, что-то задница на песочнице. Фух, я уже думала все. Я думала, мне показалось, но нет. Что меня больше всего покорило, то, что все кисточки были в перемешку с косметикой. То есть, ни в отдельных футлярах, ни в чехлах. Вот так вот в кривкосе они были грязные. Beauty Blender был 100% грязный, был весь коричневый, без признаков попытки отмывания. И кисточки, да, ну, я потом не выдержала, в процессе спросила, типа, что, ну, они грязные, потому что, ну, было видно, что ворсинки не просто окрашены. У меня дома куча кистей, я знала, как все это выглядит. Они были слипшиеся. То есть, разделенные вот так вот, ну, сальные, сальные кисточки. Это заметно за километр. Вот, на что она сказала, что нет, они просто окрасились, а так-то они чистенькие. Но, блин, чистенькие кисти, ну, вот, даже в самом момент, что они просто валяются среди этих продуктов, да, потом ими, как бы, все наносят на лицо. Это немного странно. То есть, круто бы завести какой-нибудь футлярчик. Будет гораздо более профессиональное впечатление. Далее, сколько я делала макияжей, там, для фотосъемок каких-то, еще что-то. У чистых кистей у них всегда светлый ворс. То есть, да, может кисть окраситься. Как-то, но это, ну, короче, все равно остаточный оттенок. Когда их моешь регулярно, они светлые. Чистую кисть всегда визуально от грязной отличить можно. При этом, да, некоторые следующие, которые доставались, она их вытирала сухой салфеткой просто. Ну, то есть, вопрос. Если они чистые, зачем так делать? Макияж стоит 3500. Да, озвучено. Мне стоит 3500. Почему нельзя за эти деньги заранее подготовиться и помыть кисточки? Я не понимаю. Дальше, да, то, что из пожеланий как клиента более мягкие движения прераспутят. То есть, у меня было ощущение, что у меня просто хлестают. Ну, вот так это все происходило. Даже снятие макияжа обычно, ну, вот всегда, когда сижу там на макияже, я обращаю внимание, как нежно и деликатно это делают. Ну, то есть, я себе снимаю гораздо резче обычно. Здесь же вот очень все это вот резко, как будто уже заранее тебя недолюбили. Как будто уже хотят сделать чуть-чуть больно. То есть, классно, когда, ну, это какие-то мягкие движения, чтобы ничего не растягивать, релаксирующие, а не подбивающие. Еще момент, что не была использована база по тени. Не знаю, заметили ли вы. Ну, в общем, когда я даже смывала уже, уходя с одного глаза тени, на другом глазу уже все скаталось. То есть, здесь в складке то, что она нанесла как тени предварительно, они уже все забились. Соответственно, ну, явно потом, как бы, когда на этот глаз она носила черный оттенок, она вот это все забившееся здесь растушевала, а тут нет. В общем, ну, явно вот это все тоже бы скаталось, потому что, ну, как бы базы не было, или то, что было, ну, вот уже через пять минут после нанесения я его видела в складке. Ну, я, честно говоря, понимаю, почему за жизнь не хотела, чтобы я снимала, потому что она прекрасно за собой понимает эти косяки. И я спалилась тогда, когда спросила про грязную кисточку. Сто процентов. То есть, она поняла, что я не супер дилетант, и что я критически отношусь к процессу, а не как вот девочка, которая пришла, ну, всему радуется, и чупи это не сделай, она будет счастлива. На этом моменте, походу, она начала сопоставлять, так что я задаю неудобные вопросы, и я снимаю на камеру, а не из налоговой ли я. Вы знаете, ребят, я понимаю, что снимать дорогие салоны даже интереснее гораздо дешевые, потому что здесь ты не можешь оправдать пробелы происходящего тем, что у визажиста маленький бюджет, тем, что у него нет денег на новую косметику или на кусочек мыла, чтобы кисточки помыть. Так что, вот такие вот пирожки, не знаю, оставляйте в комментариях, что вы думаете, понравилось ли вам это видео, снимать ли продолжение. Всем огромное спасибо за внимание. Да, помните, что у этой рубрики есть куча хейтеров, поэтому, если вы хотите ее поддержать, то обязательно ставьте много пальчиков вверх, чтобы я видела, что вам это интересно. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok